Сначала надо инфраструктуру поднять, а потом уже децентрализация. Децентрализация? Нет, инфраструктура, дороги, потому что вырастят, да, вот вырастят и не перевезут, потому что нельзя будет, и поверьте, никто от этого не выигрывает, ни один зернотрейдер не выигрывает, перевозчики тоже не выиграют, потому что я вот задаю им вопрос, а как вы можете посчитать себестоимость? Если у тебя там колесо отвалилось, которое стоит там тысячу долларов, да, на новой машине или иномарке, как можно посчитать себестоимость доставки? Кто, а топливо сколько потребляется? Там же едет на скорости 20 километров. Мы прекрасно понимаем. Что, сельхозтоваропроизводитель выигрывает? Он тоже не выигрывает, никто не выигрывает. Это должно быть системное изменение. А у нас, к сожалению, кроме как вот реформы в полиции, ничего у нас за этот год или полтора ничего не сделали. Алексей, что, вопрос стоит в откатах, а тогда будет сделаться дорога, да? К сожалению, пока так. Есть воровство, об этом все говорят. Откат, а тогда будет сделаться наша дорога. Так стоит вопрос. По-другому никак, так? Должно быть либо публично, вот я надеюсь о том, что это не договорняк Водотурского там или Мерикова с кем-то. Это вот публично 25 тысяч голосов людей подписалось. Вот президент должен отреагировать, должен взять на контроль и должен это сделать. Поверьте, и я верю в то, что 25 тысяч голосов будет иметь больше веса, чем 100, 200, 500 человек, которые перекрыли дорогу.